В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Для нужд Тихоокеанского флота отгружена первая партия модернизированных на Кумертауском авиапредприятии вертолётов Ка-27 и Ка-29. Курлтай не против. Парламент республики одобрил вхождение главы региона в состав директоров Башнефти. И крупное производство. Стерлитамагский нефтехимический завод намерен стать первым в стране по производству авиационного топлива. Холдинг «Вертолёты России» отгрузил партию корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29, которые отремонтировали на Кумертауском авиационном предприятии. В ближайшее время они поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота ВМФ России. На вертолётах Ка-29 произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие. Ранее предприятие модернизировало многоцелевой вертолёт Ка-27 для морской авиации ВМФ России. У модернизированной версии машины появилась возможность кругового обзора, обнаружения всех типов кораблей и подлодок, увеличилась дальность обнаружения и поражения целей. Также внедрены современные виды передачи информации в реальном времени. Новые вертолёты будут эксплуатироваться Черноморским и Северным флотами, а также Центром подготовки лётчиков морской авиации в Ейске. Как отметил управляющий директор Кумертауского предприятия Юрий Пуставгаров, Министерство обороны России является основным заказчиком продукции Кумаб, которая поставляет всю линейку производимых вертолётов, а также ведёт работу по модернизации техники. Депутаты Курлтай сегодня в первом чтении приняли сразу 27 республиканских законопроектов. Часть из них касаются изменений в законы о регулировании торговой деятельности, о главе республики и о налогах. Так, депутатский корпус высказался за установление показателей эффективности региональных программ развития торговли, а также нормативов минимальной обеспеченности площадью торговых объектов. Кроме этого, парламентарий не против, если глава Башкортостана будет участвовать в управлении хозяйствующими субъектами по собственной инициативе, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Таким образом, Рустам Хамитов сможет войти в состав Совета директоров Башнефти. Также в первом чтении одобрен законопроект, в котором предлагается снижение с 30 до 10 миллионов рублей минимального объёма капиталовложений инвесторами, которые реализуют проекты на северо-востоке республики и в Зауралии. Им предоставляется льгота по уплате налога на имущество и пониженная ставка налога на прибыль. Бурные дискуссии вновь вызвал законопроект, по которому вводятся критерии нуждаемости граждан, претендующих на получение бесплатного земельного участка. Тем не менее, большинство высказалось за принятие дополненного документа во втором чтении. Установить основанием для отказа гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и молодым семьям, следующие юридические факты. Наличие земельного участка у заявителя и членов семьи в сумме площадью 800 квадратных метров и более. Для индивидуального жилищного строительства, введение личного подсобного хозяйства. Далее, третье. Установить, что многодетным семьям и семьям с ребёнком-инвалидом, имеющим земельные участки, не будет отказано в постановке на учёт. О том, как сегодня торгуются акции республиканских компаний и ситуации на валютных рынках, нам расскажет начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомснабанка Азат Амиров. Сейчас он на прямой связи с нашей студией. Азат, здравствуй, тебе слово. Добрый день, Кирилл. Теряет чуть более 0,4%. Бренд торгуется по 54,20. Лайт по 52,20. Российский фондовый индекс также испытывает распродажи. Индекс МВБ снижается на 1,7%. РТС снижается на 1,3%. По акциям Башнефти по обыкновенным также торги идут без внятной тенденции. Они торгуются без изменений. Привилегированные теряют около 1%. Торгуются по 1279 рублей за одну акцию. Кирилл. Да, Азат, спасибо за актуальную информацию. Это был наш постоянный эксперт Азат Амиров. Перечень приоритетных пополнил еще один инвестиционный проект, который реализуется в Башкортостане. Речь идет о производстве авиационного бензина мощностью 8 тысяч тонн в год. Инициатор проекта – Стерлитамагский нефтехимический завод. Его реализация обусловлена необходимостью импортозамещения продуктов малотоннажной химии. Выпуск авиационного бензина позволит заменить импортные аналоги на внутреннем рынке и стать республиканскому заводу первым российским производителем. Общая сумма инвестиций оценивается в 413 миллионов рублей. На этом пока все. Увидимся в 19.30.